ребята всем привет вы на канале хобби отдых рубрика фотографии фотостоки я решил сделать это видео посвященные четыре года как я зашел на фотостоки значит я хочу рассказать вам вначале так как я додумался до такого ну и что со мной вообще происходило что было продано в первые месяцы но и до чего я дорос начисло складывал следующим образом в 2017 году 12 августа я скинул на шаттер первые свои 10 фотографий тогда был еще экзамен значит фотоаппарат я купил на ebay canon mark 3 сумма то в районе 17000 до 1700 долларов примерно так только без объектива боди один значит почему потому что но с деньгами было сложновато у меня был canon 500d с объективом но я сейчас не помню где-то 24 240 это в этих пределах вот я думал как возьму mark 3 объектив оставлю 500d продам ну ладно пришел mark 3 я такой радостный распечатываю его снимая объектив 500d наворачиваю а он не подходит потому что это полный кадр а там crop crop на полный извините никак не подходит не катит что мне остается делать я тут же весь в трансе покупаю там же на ebay 24 105 эльку вот все пришел пришла релька мне я собрал ее и пошел делать первые свои фотографии вот посмотрите что у меня было сделано какие фотографии я сделал вот они первые мои десятка раз два три 4 5 6 7 8 9 10 вот они с этими фотографии с этими фотографиями я сдавал экзамен по моему приняли штук восемь что-то отбрели или а да два вот этих вот отбрели потом я повтор разбросил и их тоже приняли все я зашел все радостный такой и начинаю работать в начале где-то у меня вообще ничего не получалось то есть никакой программы для обработки не было не фотошоп нет фотошоп у меня был я очень покупал в америке еще официально последняя версия была помощь на 16 как называется не помню сейчас уже 16 до значит и там камеры роу не было то есть обработками было никак нельзя было делать но когда купил canon там в наборе шла программа для обработки фотографий то по моему раз два три четыре пять всего семь ползунков было семь или восемь ползунков вот я с ними вот это вот все делал далее я так мучился примерно ну где-то с год я работал только канонской программой значит вот смотрите что я дальше снимал какие у меня были фотографии вот они вот смотрите как завалили горизонт это кошмар но и в итоге эта фотография была куплена на консток фото за один доллар у человека где были глаза когда она покупала я участвую я смотрю и просто эта фотография была сделана в двенадцатом году на canon 500d это как раз в нью-йорке я был значит дальше вот эта фотография вот она это багамские острова то есть мы это уже четырнадцатый год тоже на canon 500d была сделана она значит мы поехали в отпуск снова в америку очередной раз значит здесь на этом острове вот он самый большой примерно метров пятьсот всего-навсего с той стороны течение и там акулы пираньи прямо на берегу с этой стороны вот там тоже течение там тоже они но сюда они уже не заплывают здесь можно было свободно спокойно купаться вот эта фотография я продалась сразу же стала продаваться именно вот это я здесь стала сразу продаваться продалась не знаю по моему два или три раза вот значит смотрите первая продажа у меня случилось вот когда вот двенадцатого числа я зашел на стоки двенадцатого у меня приняли то есть приняли фотографии все понеслась тринадцатый четырнадцатый пятнадцатая шестнадцатого у меня идет первая продажа я сразу поясню цены я не показываю так как шаттер не любит когда показывают его цены когда у меня будет тот моих продаж я буду говорить около или в районе то есть конкретно цифры называть не буду буду называть сумму и говорить около или примерно вот значит шестнадцатого числа была первая продажа куплена была вот она эта фотография то есть я я был куплен на багабах вот она она вторая продажа произошла восемнадцатого то есть шестнадцатого первого восемнадцатого вторая была куплена был куплен манхэттен панорама все canon 500d был 14 1 мегапиксель разрешение у него 3 840 на 260 это сейчас по моему 3 840 по моему с фото стоки не берет а нет он 3 500 автор даже да по моему 3 800 он не берет их вот эти фотографии или 3 500 у него стартовый капитал так скажем далее 21 снова продажа куплено опять мархэттен но уже другой мархэттен то есть у меня было несколько в принципе одно и то же но немного другая фотография и на закуску в августе месяце опять купили меня я на багабах все за август месяц двенадцатого числа мне было четыре фотографии продано куплено то есть далее переходим на следующий месяц у нас сентябрь показать чисто 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 восемнадцатого сентября только была куплена бермуды опять же смотрите горизонт наискосок кому потом я эти все фотографии передел горизонт выстоял изменял слова полностью все 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 изменил приняли а это фотограф стать 4752 на 3168 значит там где я был я ее немного кропнул далее далее 21 сентября была куплена это купили у меня на работе сотрудник это автоматическая карусель собирает ордера это для радиоуправляемых машинах траксос называется миникарш производства там где я работаю вот дальше а дальше все в сентябре был только две фотографии проданы итого 4 август 2 сентябрь пошли дальше смотрим октябрь месяц октябрь 17 показать 9 октября это опять на работе на трюки на улицу он выезжает здесь специальный оборот опустил чтобы не было видно там коробки с автомобилями траксос и я их опустил не видно и чтобы его самого тоже не было потому что я не хотел релиз не давать я его засунул так как лица нету и вот здесь вот видите немного то же самое все скрыл я тогда я не умел ничего штриховать не то есть фотошоп для меня был как темный лес я ничего не умел делать вот это я все настраивал делал в гугле в канон в программе далее и 30 октября на закуску еще одна фотография купили а вот это вот уже начинается это титаник мой значит титаник мой стоит вот он за спиной это мое детище вот он я его собирал три с половиной года работал каждый день минимум два часа это железно строго то есть такой лодки нету нигде ни у кого на стоках только она у меня я ее сделал в разных ракурсах значит купили этот титаник все начало у меня пошло дальше идем ноябрь месяц в ноябре 8 ноября покупаю очередную фотографию это я был на рыбалке в швеции закат что сказать по этой фотографии очень красиво было но опять я снимал на 500d и шумов просто было очень очень много но хорошо что в каноне в этой программе можно давить шумы я их немного подавил но все-таки у меня ее приняли и купили потом конечно когда я уже научился работать в фотошопе я это все по новой все переделывал уже ну по-моему у меня ее уже не приняли так как она уже находилась на сайте а удалять как-то мне не хочется следующая фотография следующая фотография 27 ноября еще один закат тоже швеция здесь у нас ну так а это уже фотография на canon mark 3 3 на пятак третий третий да все здесь я просто сейчас почему так оселся потому что смотрю уже разрешение 5 760 идет потому что там уже 24 мегапикселя идет и шумов нету все это чистенькая пошла и следующих и следующих две фотографии было 28 куплено вот это стол рабочий на работе у нас я со второго этажа сфотографировал его и вот эти цветочки цветочки лютики вот смотрим мы декабрь показать 6 декабря происходит продажа значит 6 декабря когда произошла продажа это у нас Аруба это 14 15 это 16 17 год да как раз поехали мы опять в Америку потом на Рубу поехали взяли тур на джипах и поехали на этот тур вот вот все это уже Марк 3 работает и так Марк 3 работает следующая продажа опять Аруба пустыня горная пустыня 13 числа следующая продажа опять Аруба опять купили эти же джипы 14 на следующий день покупает кофе в зернах ну по мне так надо было чуть чуть посветлее сделать уж очень сильно темно и на следующий день опять купили опять купили пустыню Аруба 20 декабря покупают опять закат и все декабрь у меня закончился все все и того август сентябрь октябрь ноябрь декабрь за пять месяцев было продано 18 фотографий как вам это я нормально я не расстроился я был доволен у меня был я был полный полный сил чтобы бороться сражаться дальше как только у меня появился марк 3 я не знал абсолютно как настраивать камеру то есть если например я снимал пейзаж я ставил на пейзаж снимал портрет я ставил на портрет снимал облачности облачно когда было я ставил облака везде все делал так как написано было там только потом где-то через полгода через нет даже через год я все бомбил вот на эти вот настройки которые находились в фотоаппарате вот после этого значит где-то через год я в ютюбе случайно наткнулся на Олегаса парень с Украины Олегас вот и у него просто-напросто ролик посмотрел как настраивать фотоаппарат оказывается надо было на натуральное и полностью все ползунки убрать влево до конца практически там кроме одного по-моему или двух ползунков немного надо бы сдвинуть чтобы потом уже в программе самому все настраивать контраст резкость и так далее все поднимать самому но никак не надеяться на фотоаппараты на фотоаппаратные программы которые в них установлены имейте это ввиду значит ставьте на натуральное и убирайте все ползунки влево до упора значит наступает восемнадцатый год в восемнадцатом году у меня ну поначалу то же самое все было плоховато до продажи первого видео первое видео появилось вот оно оно его купили 30 октября 30 января восемнадцатого года вот оно купили тракцис автомобиль радиуправляемый в районе 25 долларов радости было неописуемо как много вот значит и вообще за январь месяц было продано у меня одиннадцать фотографий ну плюс одно видео за февраль продала 10 фотографий за март семнадцать фотографий за апрель десять фотографий и за май шестнадцать фотографий и продалось и еще одно видео вот оно камин у меня в доме все на пятак третий снимается вот посмотрите мои видео самые первые которые я стал загружать вот они они это у нас вот это вообще самое первое это таймлапс я сделал то есть как только купил я пятак тут же сразу же в этот же день я поставил в эту же ночь поставил таймлапс на большую медведицу на кассиопию то есть перед этим я долго в ютюбе искал как делать таймлапсы выписывал купил на ebay опять же вот этот вот аппаратик которым замерять все это ну то есть секунды выставлять как видите получилось нормально правда еще ни разу не купили но ничего страшного еще все впереди вот ну а теперь давайте перейдем к топу моих моих фотографий видео я не могу показать так как на шаттере проблемы с видео которые в топе уделяются только фотографии можно посмотреть вот посмотрите первая из них вот эта фотография была загружена 5 мая двадцатого года вот вот она такая обычная квартира в деревянном доме это мы ездили на рыбалку летом в том году снимали этот дом и я там просто фотографировал полностью все ну кстати дом покупают все что я сфотографировал все фотографии покупают уже было продано порядка 50 фотографий всякого разного ракурса обычная квартира шкаф какой-то картина вот какая-то с какими-то иероглифами мятая постель деревянный пол в районе в районе ста десяти долларов следующее следующее это у меня мой титаник титаник продан куплен 23 раз был продан 23 раза в районе 55 долларов я за него получил 23 раза следующий вот это вот бэкграунд был продан один раз да титаник был загружен 28 мая семнадцатого года ой 28 августа семнадцатого года вот этот бэкграунд был куплен один раз в районе 45 долларов плюс-минус загрузил загрузил я его 29 ноября восемнадцатого года я тогда много порядка наверное таких всяких разных бэкграундов загрузил ну где-то порядка трехсот да и до сих пор их загружаю нет на нет так сразу и фотографирую следующее вот это вот яблоко фотографировала загрузила я его 26 марта этого года двадцать первого получилось за него в районе сорока долларов вот вот она классный кадр обалденный резкость на высшем уровне вот посмотрите все пузырьки снимал я его вспышку вот от которой у меня тридцать две тысячные миллисекунды дает импульс квадролайты четыреста про следующая фотография это у нас в майами мы ездили на крокодил там где крокодилы водятся хотели увидеть крокодила но так не повезло мы его не увидели крокодила этого было продано шесть раз получил за нее в районе двадцати пяти долларов это вот на лодке здесь крокодилы плавают таких и не увидели ни разу час была экскурсия но он на фотографии загрузил я 5 марта восемнадцатого года следующее ну это вы знаете новинка которая сейчас нужна и все охотятся на солнечные панели была загружена была куплена шесть раз получилось за нее в районе двадцати пяти долларов загрузил я ее седьмого марта двадцать первого года вот она покрупнее у меня их много разных видов все покупают все покупают шесть раз купили так это у нас Голливуд Холливуд купили сорок один раз загрузил четвертого апреля девятнадцатого года получил из нее в районе двадцати пяти долларов тоже тоже фотографировал на пятьсот д выжимал из нее все что мог сделал по-моему пять или шесть видов разных все покупают но вот это вот больше всего куплено следующее это у нас как видите урожай это у нас пшеница да пшеница куплено один раз в районе двадцати долларов это сингл купили по-моему или по запросу но не важно вот Голливуд еще раз купили двадцать восемь раз получил из нее порядка пятнадцати долларов загружена была тринадцатого апреля девятнадцатого года вот смотрите какая она так была вот сейчас я тут включил вот и теперь это разные цвета то есть одну фотографию в двух два цвета сделал $ то есть там я порядка получил и здесь получил там 25 порядка и здесь порядка 15 и того Голливуд был куплен почти 60 69 раз две фотографии только Голливуда это наш огород был куплен 8 раз загрузил 10 июня 18 года получил порядка 15 долларов Такая архитектура, значит, везде горы, камни, земли нету Земля вся в мешках То есть, это у нас для палов специальные краги Раз-два краги И сверху специально у нас продаются металлические стержни и сетка А это аэропоид Это специальные корзины из Англии Которые, когда корень, допустим, малины доходит сюда Он отмирает и оттуда выходит другой корень То есть, как бы дает кислород всему растению Вот такие вот огородики В Швеции Ну, практически они у всех, все в пал-крагах делают Которые на пал одеваются В общем, 8 раз эта фотография была куплена Теперь статуя свободы Статуя свободы была куплена 42 раза Получил в районе 15 долларов за нее Загрузил 19 мая 2019 года Вот она, она покрупнее Вот, значит Я взял ее Ну, когда в фотошопе научился работать Сделал все, выделил и поставил ее на белый фон Изолировал Все чисто белый везде 255, 255, 255 Соотношение Купили 42 раза Дальше Аруба Купили на 33 раза Получено Получено порядка 15 долларов Все 33 раза Это у нас 17-й год Пятый пятак Третий пятак Фотографировал Сейчас этого пляжа нету В данный момент Сейчас все, здесь вода Вода Вот видите, вот эти вот зонтики Вода до тут дошла И там дальше проходит дорога Практически подмывает уже Все уже выходит туда То есть Море, океан Выходит из берегов То есть Всего этого уже нету Ну и это было Позапрошлым годом Может быть сейчас Что-то и обмелело Ну не знаю Жалко очень Это вообще Отличный отдых здесь Поначалу Вообще не знал Где брать фотографии Когда Исчерпал возможность Ну допустим Первые три месяца Уже знал, что фотографировать Решил Перелопатить полностью Свой архив Где у меня на 500D было Фотографии Вот И стал оттуда все Вытаскивать Ну порядка где-то Тысячи фотографий У меня приняли Я и беру все по шатуру А другие-то Такие как Депозит Адоб и прочие Они все там Брали в принципе Ну адоб тоже Там немного еще Укривлялся Значит Порядка тысячи Штук взяли С 500D Дальше Вначале Я зарегистрировался На шаттере И на бигстоке И на адобе На трех Следующий пошел У меня Понтфайв Потом депозит Дримстайм Ну и Понеслась Понеслась И где-то В Ноябре Декабре Я на Айсток Зарегистрировался Вот Сейчас В данный момент У меня Портфолио Состоит Из Фото 9 225 Плюс 17 Иллюстраций Всего 9242 Две фотографии И плюс 1886 Видео Вот Это мой Портфельчик Тотал Топщи 11123 Это на сегодняшний день Без Приемки Сегодняшних файлов Которые я загрузил Вот Дальше Ну что еще сказать Для новичков Сложно Конечно Вот видите У меня у самого За первые 5 месяцев Всего было продано 18 фотографий Я рук не опустил Я продолжал бороться И До сих пор Борюсь То есть У меня был такой сюжет У меня был Тревел фотографий Как началась Пандемия Никаких поездок Соответственно Нету И Я потихонечку Стал перестраиваться Ну конечно предметку Я тоже фотографировал Предметки у меня Очень много Да Вот Как-то обучался Поначалу все В ютюбе искал Какие-то темы Что было Потом на шаттере Заходил И искал Что можно Типа скопировать Ну не скопировать А такой же Сюжет сделать А сейчас В данный момент У меня Столько архива Завалено Для Будущей обработки У меня просто Чисто физически Нету времени Все это Делать Приходишь Домой С работы Буквально Четыре часа И все За четыре часа Мало Что успеваю сделать Вот Ну а так Растем Растем Продажи Каждый день Идут Работаю На одиннадцати Стоках Работу Каждый день Заливаю Каждый день Ни одного дня Еще не было Чтоб я не залил Как фотографии Ни одного дня За четыре года Каждый день Три штуки Закину Так Не знаю Как у других Я говорю Вот Только в районе Десяти фотографий Куплены были Сразу В этот же день Ну а так Все новости Я вам рассказал Своих Как что у меня Происходило В жизни Сейчас Собираюсь Брать Другой фотоаппарат Свой Кэнон Эр Буду продавать Опять же Накопил Вроде денег Все Уже Все Набрал То есть Я на Фотооборудование Деньги Из семейного Бюджета Не беру Все Только с фотостоков Здесь Неделю назад Неделю назад Неделю назад Купил Свет В Америке Сейчас он должен Прийти Он меня через 4 Сделаю Вскрытие пакета Обзор Покажу Вот И деньги Потратил Опять С фотоаппарата Все На свет Ну там Сейчас половина Осталось Я думаю Месяца за 3 Сейчас поднакоплю А тем более Сейчас Вроде как Скрипник Говорил Блогер В Ютьюбе Что 17 Сентября Должен быть Обзорчик То есть Выйдет Кэнон Р4 Что то там Будет известно Вот Может быть Даже я его Буду брать Не R5 А R4 Но посмотрю Еще По весу Как Что чего Там будет Если Что то не устроит Конечно Тогда буду брать R5 Вот Объективы Вроде все Поменял Осталось Только Макрик Мне поменять На R На R5 Объектив А R5 Свой Продам А так Все Вот Все Ребята Что я вам Хотел сказать Подписывайтесь На канал Ставьте Лайки Всем Спасибо За просмотр 11 Числа Сентября Выходит Ролик За Мои 10 Дней Сентябрьских Продаж Все Всем Спасибо Пока Субтитры